Скажите, пожалуйста, а можно вообще сказать, какую сумму примерно Северский Турнезавод сегодня тратит на содержание объекта соцкульптуры, на оказание помощи городу? Вот первое, что я бы хотел сказать по поводу чемпионата мира. Конечно, в такой большой стране, как Россия, надо принимать у себя и Олимпийские игры, и принимать у себя чемпионат мира по футболу. Но при этом не надо забывать, что есть главные вопросы, которые вообще-то стоят во главе. Значит, это создание условий для массового занятия спортом, для массового занятия физкультуры нашего подрастающего поколения. Поэтому я понимаю, что с проведением таких серьезных спортивных мероприятий, которые России предстоит провести, естественно, появляется работа, появляются заказы, в том числе и для Северского трубного завода в какой-то части. Но мы, как люди, живущие в конкретном муниципальном образовании, все-таки должны обращать, прежде всего, внимание на то, что в нашем муниципальном образовании мы должны строить свои спортивные сооружения, должны строить свои спортивные площадки, должны создавать все условия для того, чтобы дети росли здоровыми, спортивными и могли гордиться своим здоровьем, которое они создали благодаря наличию вот этих спортивных сооружений. То, что касается социальных объектов в целом, надо сказать, что наши акционеры всегда декларируют о том, что компания является социально ответственной. Поэтому мы продолжаем заниматься всеми объектами социальными, дворцом культуры, дворцом спорта, лыжной базы, детским лагерем, базой отдыха, профилакторием, поликлиникой и так далее. В целом, в этом году мы ожидаем, что сумма затрат у нас составит где-то порядка 290-300 миллионов рублей. Это и содержание социальной сферы, это и наша благотворительность, это и наша попечительская деятельность, это и наша забота о ветеранах, это и датирование детского отдыха. Михаил Ильич, Вы являетесь председателем попечительского совета города. И удивительно, но на год раньше наш попечительский совет продекларировал то, что заявил в федеральном послании президент Дмитрий Медведев. Внимание детям! Вы эту программу на территории Полевского начали осуществлять еще в начале 2010 года. Одновременно же Вы возглавляете союз промышленников предпринимателей Полевского, и у Вас ежемесячно прибывают новые члены, потому что все понимают, что сегодня только объединение лучших сил, лучших умов позволит развиваться городу дальше. Вот как попечительский совет и союз промышленников предпринимателей сегодня будут способствовать развитию города? Когда мы говорим о работе попечительского совета, очень приятно то, что все-таки нам удалось Северскому заводу вокруг себя, поскольку мы все-таки основная организация, вместе с руководителями города, сплотить весь бизнес, который сегодня не остается равнодушным к этим проблемам. И каждый в силу своих возможностей вносит вклад в это общее дело, и эти средства позволяют нам решать многие вопросы, которые касаются воспитания детей и поддержки вообще попечительской деятельности. Практически многие десятки мероприятий, которые проводит отдел образования, не остаются без участия попечителей. Это и организация, это и призы, это конкретная помощь детским клубам, это строительство спортивных площадок. И та программа, которую мы вместе все разработали за здоровый образ жизни, она как раз предусматривает массу таких мероприятий, которые мы должны сделать. Потому что мы понимаем, что кроме нас пока в этом городе никто ничего не сделает. Мы обещали в этом году открыть доступ с воспитательной целью, конечно, в наш заводской музей, мы это сделали. И сегодня наш заводской музей становится таким центром культуры, в котором можно проводить любую и воспитательную работу, и любую, так сказать, экскурсию, для того, чтобы дети знали свои истоки, свою историю. Мы пытаемся включить наш музей в областную программу посещения таких вот знаковых мест на Урале. Мы обещали построить стенд спортивной славы, для того, чтобы дети наши знали своих спортивных кумиров и равнялись на них, мы это сделали. Мы планировали построить лыжероллерную трассу, мы ее практически построили, осталось нам совсем немного, по весне мы это закончим, и это будет, я думаю, что самым таким центральным местом для спортсменов, для молодежи, кататься на лыжероллерах, на скейтах, на роликовых коньках, на велосипедах. В целом, для города это очень, я думаю, что для молодежи особенно должно быть популярным.